Привет! Сегодня мы будем смотреть фото, которые вы мне прислали! Никита увидел в тени образовавшееся на потолке его дома очертание дракона. В комментариях кто-то подметил, что эта тень беззубика из мультфильма «Как приручить дракона». Пятерочка никогда не перестанет нас удивлять своими акциями. Наталья заметила очень выгодную скидку на апельсины, которая сэкономит вам ровно нисколько рублей. Алиса нашла этот клей у своего папы, после чего ее внезапно охватила паника. «Производители, вы там, давайте как-то попроще упаковывайте свой товар!» Самые лучшие фотографии это те, которые сделаны случайно. Что и произошло с котом Андрея, который на мгновение примерил металлическую шляпку. Друг Тиграна решил протестировать, насколько справляется режим полета и выкинул свой смартфон из окна 17-го этажа. Нормальным такой полет назвать язык не поворачивается. Тамерлан купил себе новую тетрадь и только на занятиях заметил, что у него двойная обложка. Он прозвал ее шпионской тетрадью. Заметив такую табличку, невольно возникает вопрос, зачем это нужно было писать? Похоже, кто-то просто решил сломать систему. Сердечки повсюду преследуют наших подписчиков. Юле посчастливилось встретить сердце внутри грецкого ореха. Это самый настоящий орех любви! Не знаю, что у них там произошло, но, кажется, отдел школьных принадлежностей перепутали с товарами для уборки. Расулу в мандаринке попалась мандаринка поменьше. В комментариях ее как только не называли и мутантом, и матрешкой, а кому-то это просто показалось достаточно милым явлением. Уверен, что лишь единицы из вас заметили, что на ведрах из Бургер Кинга есть такая пометка. Внимание! Не пить из ведра безлимитный напиток. Не влезет. Не использовать как шлем. Не налезет. В такие моменты осознаешь всю безысходность своего тленного существования, в котором выход на самом деле не является выходом. В этой растерянности не знаешь, что делать. Илья задался вопросом, как это могло произойти, когда отправил это фото. Но внимательные комментаторы сразу же почуяли подвох, сказав, что это лишь пластиковая игровая монета. До чего ж у него выразительные глаза. Это сочетание черного окраса с небесным цветом выглядит как что-то нереальное. Попробуйте не умилиться такому зрелищу, у вас точно не выйдет. Ну кто ж не любит котиков. Особенно, когда они собираются дружными рыжими компаниями. Еще один кадр, переполненный мелотой. На примере различных известных футболистов решили наглядно продемонстрировать, чего не стоит делать в туалете. Пример со сборной России просто бесценен. Эта фотография была прислана в нашу группу 8 марта. Двумя сросшимися бубликами Роланд поздравил в этот день всех наших дам. Если в прошлом случае была хоть какая-то дверь, то через этот выход сможет выйти разве что Гарри Поттер со своими друзьями. У них ведь был опыт прохождения сквозь стены. Вы думали, что все белочки пушистые и безобидные зверьки? Тогда вам стоит поменять свою точку зрения, потому что где-то даже поставили соответствующий знак, чтобы люди их опасались. Гуляя по лесу, порой можно найти самые разные вещи. Некоторым из них приятно удивляешься, а каким-то не особо. Какие бы эмоции вы испытали от такой встречи? Кирилл рассказал, что в его дворе стоит одноглазое дерево-наблюдатель. Только оно в курсе абсолютно про все происходящее в этом месте. Под лестницей Аня нашла бабушкин тайник. Что хранится в сундучке, мы никогда так и не узнаем. Если хотите, чтобы ваши фотографии попали в один из следующих выпусков, присылайте их по ссылкам в описании. Даша оказалась истинным перфекционистом, которую выводит из себя люк, расположенный в этом месте. В комментариях к фотографии начались рассуждения на философскую тему, что появилось раньше, люк или дорога? Варвара решила устроить всем нашим подписчикам небольшое испытание. Попробуйте найти на этом снимке рыжего кота. Он спрятался под своими рыжими собратьями и видна лишь часть его головы. Вроде бы думаешь, какой красивый вход с колоннами они здесь сделали. Но вот эта дверь портит всю эстетичность внешнего вида и отбивает желание заходить внутрь. Сергей считает, что это чипсина-перфекциониста. Но я с ним в корень не согласен, ведь левая и правая сторона не очень-то и симметричны. История о том, как упаковка порой бывает обманчива. И если ты не обратишь внимание на объем содержимого, указанный мелким шрифтом, то тебя ждет разочарование при распаковке. Такой подарок сделали Диане. Света выглянула в окно ранним утром и обнаружила странные следы на детской площадке. Кто-то саркастично предположил, что это след человека, которого унесло с карусели. Роман нам прислал редкие кадры. Мыльницу на зарядке. К сожалению, он так и не объяснил, что же это на самом деле. Так что ваши догадки я жду в комментариях. Алиса рассказала, что она только закончила смотреть наш выпуск про фантастическую наглость, подошла к своей кровати и обнаружила на подушке спящую кошку. А у нее аллергия на шерсть. Чтобы инструкция по применению кошачьим туалетом выглядела более эстетично, на упаковке все изображения были сделаны с участием конфет. Юлия прислала эту фотографию с комментарием, что она рада тому факту, что это не ее дом. Видимо, девушка предпочитает, чтобы все было идеально. Этот шкафчик стоит в доме тети Александра уже 4 года. И только сейчас он заметил, что левая дверца стоит вверх ногами. Когда ты не знаешь, чем себя развлечь, начинаешь конструировать различные вещи. Перед вами меч, сделанный как раз в один из таких моментов. Думаете, только собаки могут сторожить ваш участок? Вовсе нет, коты тоже неплохо сгодятся для этого. Вот один из таких храбрых охранников. Автор фотографии уже несколько лет живет в этой квартире. И только после наших выпусков про перфекционистов заметил, что люстра висит не посередине плитки. Во время того, как Диана наслаждалась поеданием чипсов, она достала из пачки это сердечко. Чего только не попадается в упаковках чипсов. К сожалению, в этом мире не может быть идеальным все. Денис случайно сделал открытие, которое его сильно разочаровало. Кажется, мимо этого Макдональдса проходил ярый ненавистник фастфуда. Иного объяснения тому, зачем же было разбивать стекло, у меня просто нет. А как вы относитесь к чизбургерам? Дарья купила эту сковородку к масленице. И когда она собралась испечь блинов, ее ждал неприятный сюрприз. Этикетка была так хорошо приклеена, что оторвать ее целиком не удавалось. Почему нельзя было эту бумажку прилепить на дно? Похожий случай с двойной мандаринкой мы уже сегодня видели. На этот раз такая маленькая удача ждала Евгения. Какой-то распространенный случай получается. Есть еще те, кому такое попадалось. Эта коробка конфет Тофифи была подарена Полине на 8 марта. При вскрытии она обнаружила, что одной штучки не достает. А некоторые из остальных были какими-то пузырчатыми. Артем однажды увидел этот старый паровоз на рельсах. И его это сильно удивило. Тема, сходи в музей, там много интересной техники прошлых веков. Еще один снимок, на который идеалистам лучше бы не осмотреть. Вроде бы ничего страшного не произошло, но некоторых такие случаи действительно расстраивают. Многие поломки исправляются с старым народным методом. Этот знак просто примотали к остановке. Стоит и ладно, как говорится, и так сойдет. Сергею не понравилось, что ценники куклы и рогатки перепутали местами. Но это не самое интересное. Подписчики нашей группы ВКонтакте заметили, что все это продается на мясокомбинате. Взгляните на кошку в тот момент, когда в колонке перед ней громко заиграла музыка. Кирилл, ты бы так не издевался над ней, а то она ведь может и отомстить. Прячь всю свою обувь. Не хватило буквально какого-то сантиметра, чтобы раковина не мешала открываться двери. И теперь Алисе придется жить в таких условиях. Наталья прислала эту фотографию, спрашивая, на что похоже это облако. Большинство людей ответили, что на черепаху с открытым ртом. А как считаете вы? Эта фотография неба была прислана Дмитрием. В комментариях все начали восхищаться такому удивительному явлению, а меня бы вот наоборот это насторожило. Очередная порция умиления. Два котенка, которые помогают своим хозяевам в огороде. Смотря на таких котят, хочется, чтобы они никогда не взрослели, не правда ли? Ирнура сильно удивила, что на упаковке написано черный шоколад. Видимо, он еще ни разу не сталкивался с украинским языком. Некоторым везет с мандаринками, а кого-то ждет разочарование в купленном суфле. Самое интересное, что на упаковке большими буквами написано «РАДУЕМ». Кого же они радуют? Свой кошелек экономией? Максим въехал в новую квартиру, и первое, что он заметил, этот выделяющийся кусок на фотообоях. Будем надеяться, что в этой комнате ремонт был сделан в первую очередь. Знакомьтесь, запасной выход, который ведет прямиком в больницу. Если никто не собирается сделать к нему лестницу, то по-другому это назвать нельзя. Марк прислал фото телевизора, который идеально подходит к тумбочке. А знаете, что здесь еще идеального? Канал, который был включен в этот момент. Что ж, Марк знает толк в хороших сочетаниях. Телевизор хорошо подходит к тумбочке, наш канал хорошо подходит к его телевизору. Это был обычный день в жизни Юры. Обычный, до того момента, пока он не встретил эти автомобили. Самое интересное, что они стояли поблизости. Фотография крайне опасного хищника. Сначала он нападает лишь на куклы, но опомниться не успеете, как следующей жертвой будет настоящий человек. Не каждый может похвастаться своим везением. Коли не посчастливилось уронить крышку от копилки внутрь самой копилки. И она там застряла. В какой-то момент нужная плитка закончилась и начали использовать похожую. Думали, что мы не заметим. Наивные. А пока на этом все. Подписывайся на канал и присылай мне свои интересные фото. Все ссылки в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...